привет друзья вы на канале монетомания и сегодня мы поговорим про одну гривну которая стоит дорого на очень известном форуме и т.к. игоря тимофеевича голомийца вы можете найти раздел с редкими дорогие монетами украины которые сейчас появляются очень здорово что есть такой форум куда можно отправить свои монеты и спросить совета несколько экспертов посмотрят и дадут какую-то оценку и вот как раз такая ситуация была с этой гривной один из авторов выставил такую монету и написал что в данном случае это магнит не магнитная монета как мы знаем все новые монетки 1 гривна и 2 гривны они обладают магнитными свойствами здесь представлены были фотографии того что эти монетки не магнитные это довольно интересно потому что возможно перепутан был металл а листов собственно заготовки вырубились и были сделаны не из листов предусмотренных для гривны и 2 гривен а из листов сделанных для десятки десяток конечно очень мутная история с этим продавцом потому что он выставил потом сказал что дополнительной информации нет монетку отправил в какой-то другой город для того чтобы дали ей оценку заключение и размеры ему написали что мы готовы приобрести пожалуйста скиньте здесь вам также ценят это все дело но сказал что нет монет он передумал продавать она будет у него в конечном итоге написал что монеты такие была продана зафиксированную цену это конечно неправильный вариант если вы хотите заработать денег на своей редкой монете лучше выставить ее на торги на аукционы интернет а потому что там гораздо больше желающих приобрести такие экземпляры но визуально мы видим что 10 она отличается от обычный гривен видим что она не магнитится но каких-то дополнительных замеров нет видео еще чего-то автор не предоставил и сказал что новый владелец отказываться или не хочет а делиться такой информацией конечно очень интересно но по той информации по тем замерам монеты которые у нас были представлены в этом форуме можно предположить что это лист был под заготовки 10 гривен так как именно такие размеры толщины данные гривны такое на самом деле производстве может происходить во первых как по случайности могут что-то перепутать так когда печатаешь 200 миллионов там монет или еще больше тому может такое произойти или как специально то есть могут вырубить сделать тебе на заказ определенные люди за деньги делают хулиганки так называемые аверс аверс реверс реверс даже такое было и на луганском станкостроительном заводе думай на нбу такое может процветать вопрос только стоимости такой монетки здесь очень темная история потому что мы не знаем по факту на историю с этой монеты куда она пошла какому коллекционеру почему автор отказался добавлять еще дополнительных из съемок видео и так далее но с одной стороны он уже обратился показал что такое есть но при этом как все по зависло в воздухе и пока мы только можем догадываться и поэтому я выкладываю такие ролики чтобы люди узнали если у кого такая монета нету чтоб можно было проверить потому что тематика новых монет украины она только-только стартует люди начинают разбираться эти монеты уже всех бесит потому что они очень мелкие национальный банк хочет поменять их на другой дизайн потому что было несколько гром так заявление что не учтены интересы определенных граждан когда этими монетами платят вообще непонятно как их определять до для тех кто слабо видит поэтому национальный банк будет планировать планирует дизайн переделывать когда это будет реализовано никто не сказал сами методика этого всего замена тоже непонятно то есть при только начекании только выпустили такой сразу фейл поэтому какая тенденция по этим монеткам украины будет дальше надо обращать внимание смотреть возможно не будут и дорожать потому что если их будут убирать то те браки которые уже были найдены в будущем они не будут находиться и скорее всего если монеты заменятся эти браки подорожают в цене поэтому сейчас то что стоит 5 гривен 10 гривен какие-то копейки но потом их просто не будет этих монет поэтому стоит отложить или пересмотреть а если что-то бракованное с перепуткой с другим металлом это еще интереснее ну короче тема такая которую нужно изучать и изучать напишите в комментариях что думаете по конкретно этому экземпляру могут конечно отливаться монеты но отливные монеты мы видим по другим парак параметрам это гурт конечно очень сложно скопировать это вес попасть это рисунок какие-то там наплывы буду то есть визуально можно отличить отлитую монету чеканенная монета особенно тех кто давно занимается с монетами тех кто держит но я по фотографиям не оцениваю потому что очень сложно можно сфотографировать так так что ничего не будет заметно нужно держать в руках взвешивать смотреть только так я мол мог бы какую-то дать оценку свою формата и понимаю абсолютно всех тех кто на форуме отписываться что ребята чем мы можем разговаривать здесь только фотографии какие-то слова автора которые тут не участвуют в обсуждениях его никто не знает вот вот такая информация по этой монетки друзья пишите ваши комментарии что думаете и спасибо что смотрите канал до новых встреч всем пока